Стать круглогодичным курортом. Такую задачу изначально ставил перед собой город. И перво же после Олимпийских игр зимний сезон произвел фурор. Ожидаемое количество гостей составит порядка одного миллиона человек. Гостиницы заполнены почти на 100%. Правда, для туристов, которые не успели забронировать места в отелях, купить скипас будет затруднительно. Поскольку количество койко-мест прямо пропорционально пропускной способности подъемников, горнолыжные курорты решили ограничить продажи скипасов. Единовременно на территории Розы Хутор может разместиться порядка 9 тысяч человек. Пропускная способность канатных дорог позволяет поднять именно это количество человек. Мы понимаем, что спрос превышает возможности курортов. Именно поэтому продажа скипасов была приостановлена. По словам руководства горнолыжных курортов, такие ограничения приняты в первую очередь в интересах туристов, чтобы избежать длинных очередей на подъемнике. Однако шанс купить билеты все-таки остается. Для тех, кто не забронировал номер в отеле заранее, горки-город, к примеру, ежедневно будет продавать как минимум 500 билетов в зависимости от загруженности. Количество гостей, которые приезжают кататься, ограничено именно из-за того, чтобы для гостей было довольно комфортное катание, чтобы была обеспечена безопасность этого катания. Чтобы избежать негативных последствий, связанных с безопасностью на склонах, туристов, которые не останавливаются в отелях курорта, просят перенести отдых в горах на другое время. Кстати, в этом году горнолыжный сезон в Сочи продлится до апреля. И если сейчас стоимость скипаса составляет более 2000 рублей, то начиная с 12 января они будут продаваться в свободном доступе и по куда более низкой цене. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ